Привет! Снова я, с вами Дарья. Сегодня хочу снять видео о том, как я накручиваю кудряшки на такую вот плойку от Philips. Называется Care Curl Control. Сегодня у меня такое настроение, сегодня солнышко, тепло, и хочется немножко накрутиться. Более такой изящный образ хочется, романтичный. Мы сегодня с мужем пойдем гулять, хочется быть самой-самой, красивой. Так что, если вам интересно, оставайтесь со мной. Для того, чтобы накрутить наши пряди, я буду использовать вот такую вот плойку. Это конусная такая плойка. Я приобретала ее года два назад и, в общем-то, пользуюсь только ей. Для того, чтобы нам вообще начать весь процесс, я пользуюсь следующими вещами. Чтобы защитить наши волосы, я уже рассказывала в предыдущих видео, как я ухаживаю за своими волосами, я буду использовать масло Эльсеф. И вот у меня уже немножко осталось совсем Гареньер Фруктис. Наносим небольшое количество масла. Вот это масло, которое Эльсеф, оно содержит большое количество спирта. Я советую это масло нанести сначала на руки, чтобы дать спирту испариться, а потом оставшееся масло нанести уже непосредственно на наши волосы. И прямо до самых кончиков. Кстати, недавно мне супруг подрезал волосы на 10 сантиметров. Я его попросила подровнять, потому что нереально просто длину такую содержать. Так много шампуня уходит, это кошмар просто. В общем, вот таким вот образом мы, минуя прикорневую зону, так скажем, наносим все масло на наши волосы. И обязательно нужно хорошенько все расчесать. Ну вот. Соответственно, получается, никакого объема у нас нет, но мы сейчас все это дело исправим. Дальше мне еще понадобится, если у вас сильно волосы запутаны, можете использовать вот такой вот экспресс-кондиционер Глискур. Мне очень нравится, особенно когда волосы высохли, они запутались, и нужно их быстренько расчесать. Это вообще классная штука. Вот. И еще сегодня будем использовать вот этот ангел-хранитель. Защита от температуры до 220 градусов. God to be. Честно говоря, этой штуке уже почти год. Она почти у меня полная. То есть, большой разницы при использовании или неиспользовании я не заметила. Ну, может быть, как эффект самовнушения. Ну, давайте попробуем. Может быть. Единственное, я заметила, просто кудри немножко больше накручиваются, больше держатся потом. Видимо, в состав данного средства входят какие-то закрепляющие компоненты, типа лака, например. Вот. Ну, попробуем. Для того, чтобы нам начать накручиваться, мне вообще неудобно это делать. Нам нужно будет разделить на голову на четыре зоны. То есть, пополам две большие пряди и одну, получается, одну верхнюю и одну нижнюю берем. Ну, при помощи кисточки с тонким концом либо расчески с тонким концом. Что мы сейчас с вами сделаем. При помощи кисточки я сделала пробор. Да, мне нужно уже краситься скоро, но сегодня у нас видео не об этом. Так. И вот с этой стороны то же самое. То есть, получается, четыре части, которые мы сейчас будем закручивать. Это, получается, нижняя часть и верхнюю я забрала наверх. Такой ракетс прям. Ух! Значит, чем интересна эта плойка? Здесь удобно то, что при включении и выборе температуры через какое-то время кнопка блокируется и удобно тем, что при накручивании невозможно сбить ни температуру, ни время выдержки. И то есть, не отключить просто так, пока не удержишь эту клавишу. Мне кажется, это очень удобная опция здесь. Здесь такое вот окошко, в котором можно выбирать температуру. А здесь максимум 200 градусов. Но я буду использовать 140, 150, ну, скорее всего, 140, потому что я стараюсь беречь свои волосы, поэтому 140 достаточно. Здесь средняя клавиша есть для выбора времени выдержки, скажем так, то есть в секундах. 5, 8, 10, ну, 8. Пускай будет 8. То есть я выбрала температуру 140 градусов, и 8 секунд выдержки. То есть после того, как мы накрутим наш локон на конус, я ставлю старт, так скажем, секундомер, и наш локон будет накручиваться 8 секунд. Это хорошо, потому что нет риска передержать локоны, и они все будут равномерно у нас накручиваться. Вот, пока у нас она, кстати, уже готова к работе, но мы забыли про наш мы забыли про наш год туби. Встряхнуть немножко. Кстати, когда я покупала, я видела у других девочек, что у них какие-то там висюльки какие-то были, или что. Я купила, там не было ничего уже. видимо, разобрали. В общем, немножко брызгаем по всей поверхности. И чтобы, наверное, пропиталось все это дело. Накручивать мы будем пряди с затылка, с задней части вперед, чтобы было удобнее. Вроде высохло у нас сюда, можно еще расчесать. Все. Да, и забыла сказать, что вот здесь вот есть такая кнопка Curl Ready называется. То есть после того, как мы накрутим волосы на койку, мы нажимаем и дается обратный отчет. скажем так. Итак, берем заднюю сторону и начинаем накручивать. У меня вот, честно говоря, это, конечно, так вот. И сейчас мы включаем звуковой сигнал, то, что мы начали, и пошел отчет времени 8 секунд. Я что-то раньше пыталась вот, все, 8 секунд готова. Вот такая вот штучка получилась у нас. То есть я пропикала, и у нас следующая кудряшка готова. Очень быстро, очень интересно, и так сразу. Вот. Я накручиваю обычно одну прядку в одну сторону, другую в другую, чтобы создать объем. Вот у нас осталась одна прядка. Мы ее будем накручивать обязательно от лица, чтобы создать объем. Максимально близко. Осторожно, конечно, не обжгитесь. Я уже сколько раз обжигалась. Сейчас продаются, конечно, готовые такие комплекты с перчатками. Но, видимо, перчатку нужно для именно вот этой плойки покупать отдельно, потому что ее не было в комплекте. Вот. И вот таким вот образом ставим на старт и выдерживаем 8 секунд. па-пам-пам-пам. Ну вот. Смотрите, что получилось. Наши кудряшки. Сейчас я с ними ничего не буду делать. У нас есть еще одна сторона. После того, как я сделаю эту сторону, тогда можно закрепить лаком. Сейчас, я думаю, пока не надо. Ну вот. Делаем мы теперь эту сторону. Сзади берем прядку небольшую. И накручиваем. Если видите, что прядка большая, ой, если видите, что прядка достаточно маленькая, узкая, можно раньше включить таймер, потому что она быстрее будет готова. вот такая вечеринка. А это в другую сторону. Выставим так. Итак, я все-таки умудрилась обжечься, но ладно, ничего страшного, заживет. Вот такая сторона получилась у нас. с этой стороны. Вот такие кудряшки получились. Нам необходимо зафиксировать этот результат, чтобы все это не раскрутилось. Они получились достаточно такими мелкими и нечеткими, что нам и надо. Будем использовать тафт лак опять же встряхнуть и нанести. В общем, вот такие вот движения. Начинаем снизу. Сильно не переборщить, чтобы они не казались прям такими искусственными. почему-то говорят, что я нарушенную волосу. Это не так. Все. Мы зафиксировали. Вот так пожулькать надо. На чуть-чуть. Хоп-хоп-хоп. Половина красоты готова. Это все можно убрать заколкой, чтобы не раскрутилось все это больше. Что мы сейчас и сделаем. Эти можно освободить, а эти наоборот нам нужно закрепить. таким вот образом. Так, заднюю часть мы сделали, а теперь будем делать вот эту верхнюю часть. Начнем. Волосы, которые мы уже сделали назад, чтобы не мешали. С задней стороны вперед. Не знаю, правильно это или нет, но мне удобно так. ближе к корням желательно, чтобы сохранился объем, но у меня волосы длинные, поэтому не всегда получается ближе к корням делать. Ау! Ну, это жестоко. Я постоянно обжигаюсь, если честно. Так что какую-нибудь перчаточку потом все-таки я советую вам взять. накручиваем, включаем кнопку и 8 секунд. Все. Он готов. Вот такая прелесть получается. Вот так вот миленько. И последнюю прядку мы делаем от лица. Закручивая от лица. нажимаем, выдерживаем. И то же самое проделываем со второй стороной. И последнюю прядку опять же делаем от лица. От лица. От лица. Ну вот и все. Выключаем наш прибор. Теперь нам остается только зафиксировать наши локоны, наши кудри. Кудряшки получились больше внизу. Снизу. вверх. Можно было, конечно, выставить больше температуру, тогда кудри получились бы более явные. Но я не хочу пережигать волосы, потому что очень долго потом они восстанавливаются после таких мероприятий. И откалываем наши предыдущие волосы. и так, вот что у нас получилось. Такая медуза горгона прям. Все, еще раз. Кстати, я сделала эксперимент, я забыла об этом сказать, что эту сторону я накручивала на вот этот год туби, который идет с защитой. и на мой взгляд с этой стороны получились более упругие, более явные локоны, чем с этой стороны, потому что здесь я не использовала. Не использовала эту штуку. Так что делайте выводы. Может оно и не защищает, но какой-то эффект лака дает. Надо разобрать все пальцами. разбирать пальцами локоны лучше снизу. Почти все. В принципе, можно сделать еще объем, чтобы смотрелось все куда интереснее. Что у нас получилось? Вот такие кудряшки. Я немножко сделала объемчик. Сильно не стала волосы распушать. Можно еще покрыть лаком, но мне это не нужно, чтобы не было такого эффекта, знаете, склеенности. вполне себе очень даже симпатично получилось. Вот так. Можно всякие прически на основе этого делать, что-то можно сюда забирать, что-то как-то какие-то заколочки, какие-то бантики, что-то еще можно с этим подумать, поиграть. Но в целом мне нравится результат. Но опять же говорю, вы будете пользоваться God to be, то локоны получатся немножко крепче, в этом я убедилась. Ну и натуральные такие волны мне тоже очень нравятся. Мне очень нравится результат. Я смотрю сейчас, где-то можно было побольше объема сделать. С моими волосами можно экспериментировать бесконечно. Есть у меня еще другие плойки. так что если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и всего хорошего. Пока! Пока!